Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Вьетнам и Ульяновская область планируют долгосрочное сотрудничество. Двухэтажные вагоны скоро появятся в Ульяновске. Ульяновцы пробежали полумарафон и открыли конно-спортивный сезон. Новая транспортная модель или что будет с ульяновскими маршрутками? Впервые в регионе по улицам города бежали не спринтеры, а марафонцы. Полумарафон, майский старт, а именно так организаторы назвали свое детище, планируется сделать традиционным. О нем и других событиях, прошедших в воскресенье, в нашем сюжете. С половины девятого утра центральная площадь Ульяновска была заполнена велосипедистами, бегунами и просто любителями спорта. В городе прошел первый полумарафон «Майский старт». Мы много проводим спортивных соревнований. Мировых, европейских, всероссийских, окружных, ульяновских. На этой площади можно и летом, и зимой видеть огромное количество людей, которые приходят для того, чтобы позаниматься спортом, для того, чтобы просто побыть рядом с людьми, которые проповедуют здоровый образ жизни. В зависимости от степени подготовленности, ульяновцам были предложены 4 дистанции на выбор. Чуть более 21 километра для опытных бегунов и подготовленных атлетов, 10 километров для любителей бега, 3 километра для начинающих бегунов и 1648 метров для детей и юных спортсменов. Запланировано у нас 800 участников, но это только на полумарафон, и дистанция 3 и 1,6 километра. Еще у нас открывают это велодвижение, где, в общем-то, велосипедисты проедут всю полумарафонскую трассу. В общем, здесь все зарегистрированы, все медицинский допуск прошли, потому что очень важно, дистанции серьезные. В эти выходные каждый мог себе выбрать вид спорта по душе. Губернатор Сергей Морозов выбрал велосипед, министр спорта – забег. Те, кто не побежал и не поехал, проходили тестирование норм ГТО и занимались вместе с инструкторами фитнес-центров. Я очень рад, что сегодня проходит первый такой массовый забег в Ульяновске. Я очень ждал этого момента. Было время, я даже хотел сам это организовать. Но не важно, кто, главное, что у нас случилось. И сегодня почти тысяча человек бежит, бежит по городу, бежит по Ульяновску, бежит по Симбирску. И я среди них, это классно. Хотелось бы, конечно, чтобы это было ежегодно, чтобы побольше людей участвовало, в том числе и детишек, и людей возраста, и нас, наши поколения. Спасибо огромным организаторам этого мероприятия. Ульяновск – спортивная территория для всех, поэтому место в городе нашлось не только легкоатлетам, но и любителям других видов спорта. Примерно в это же время на Ульяновском ипподроме стартовал новый конно-спортивный сезон. В традиционных для подобного мероприятия скачках приняли участие спортсмены и лошади из Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Мордовии и Чувашии. Мероприятие посетил генеральный директор АО «Росипподромы», организации, в которую входит и Ульяновский ипподром. Это уже 162-й беговой сезон, и подробное дело в Ульяновске – одно из самых старейших, не только в России, но и в Европе. И это замечательный праздник. Сегодня будут представлены рысаки не только из Ульяновской, но и из соседних всех регионов. Сегодня будет, я думаю, замечательный именно межрегиональный праздник. Традиционные скачки, показательные выступления молодых наездников, песни, катания на лошадях и пони. Праздник получился ярким и насыщенным. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Сегодня глава региона встретился с Рашидом Сайбаталовым, начальником Куйбышевской железной дороги. В здании правительства они обсудили первостепенные отраслевые задачи. Что будет с нашим железнодорожным транспортом? Подробности у Виктории Черковой. Закупка новых вагонов, переход с дизеля на электричество. Это далеко не полный список тем, которые обсудил губернатор Сергей Морозов с начальником филиала РЖД Рашидом Сайбаталовым. Сегодня в здании правительства состоялась встреча-презентация, приуроченная ко дню рождения Куйбышевской железной дороги. Начали с добрых вестей. В этом году в Ульяновске появятся локомотивы, сберегающие природу. Мы в этом году в депо Ульяновск получаем 25 новых тепловозов. Это снижение выбросов СО2 в атмосферу, это более экологичный вид транспорта. Если мы говорим о рельсах и автобусах, то это повышение скорости, комфорта для пассажиров. То есть выигрыши остаются все, в первую очередь жители Ульяновской области. Сергей Морозов обозначил несколько приоритетных задач, которые могут быть выполнены только совместными усилиями. Обеспечить комфорт для пассажиров, обновить транспорт и наконец-то забыть о дизельном топливе. Для достижения лучших результатов РЖД и правительство должны друг другу помогать. Мы один из тех, наверное, регионов, ближайших наших соседей, который, к великому сожалению, в свое время не был электрифицирован. Я считаю о том, что это большие не только имиджевые, но и экономические потери, которые мы несем. Я уже неоднократно говорил с руководителями и правительства, и руководителями Министерства транспорта, и руководителями российских железных дорог о том, что нам надо всем обратить внимание на решение этой задачи. Возвращаясь к теме пополнения железнодорожного парка, нельзя не упомянуть о двухэтажных вагонах. Вместительный подвижной состав станет на ульянские рельсы в 2022 году. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости ульяновской правды. В ближайшее время планируется пересмотреть отношения к маршрутным такси. В ульяновской области будет введен их ежемесячный рейтинг, где будет учитываться общее выполнение рейсов по времени, качество обслуживания и другие важные для пассажиров критерии. По официальной информации не исключено изменение законодательства ульяновской области. Например, могут быть увеличены штрафы за нарушение маршрута следования и несоблюдение расписания, за грязь в салонах или хачество на дорогах. В основу новые транспортные модели лягут важные для людей критерии. Глава региона Сергей Морозов отметил, что новая транспортная модель уже работает в ряде крупных городов и должна быть внедрена в ульяновской области. Здесь важно учесть обновление подвижного состава, соблюдение расписания и правил безопасности, введение единого корпоративного цвета и многое другое. Все ульяновцы могут указать, что их не устраивает в работе общественного транспорта, проголосовав на странице правительства Ульяновской области в социальной сети ВКонтакте. Проект WorldSkills прочно вошел в сферу профессионального мастерства. Много раз Ульяновск принимал чемпионаты различного уровня, а теперь ульяновцы съездили в Казань на финал седьмого национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. Подробности в нашем сюжете. В Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» подвели итоги национального чемпионата WorldSkills. В этом году участниками финальных состязаний стали 1600 участников со всех регионов России. В сборную Ульяновской области вошли 11 человек, представившие 11 компетенций. Для сравнения, в прошлом году ульяновцы представляли 6 компетенций. Участники показали хорошие результаты. Победителем в компетенции ремонта и обслуживания легковых автомобилей среди юниоров стал девятиклассник из 31-й школы Владимир Брызгалов. Перед этим школьник показал отличный результат на региональном этапе. По словам Владимира, в финальное задание входило разбор и сбор двигателя, коробки передач и устранение ошибки в электрике. Серебряную медаль принес студент Павел Коробицын в компетенции окраска автомобилей. Памятными медалями награждены ребята в следующих компетенциях – медицинский и социальный уход, поварское дело, обслуживание авиационной техники, облицовка плиткой и лабораторный анализ. В рейтинге регионов России Ульяновская область заняла 17 место. Впервые в региональной сборной была представлена категория 50+. Это преподаватели и мастера производственного обучения. Второе место в номинации заняла Надежда Ершова – преподаватель специальности «Кондитерское дело» из Индинского техникума. Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс выступить на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды. Ульяновская область наладит с Вьетнамом тесное сотрудничество в области медицины, образования и туризма. Делегации из восточной страны в течение нескольких дней гостила в нашем городе. В рамках визита были деловые переговоры, экскурсии по культурным местам и промышленные зоны в Заволжье. О первых предварительных договоренностях в нашем сюжете. В Доме правительства прошла встреча губернатора Ульяновской области с делегацией из Социалистической Республики Вьетнам. Сергей Морозов тепло приветствовал гостей. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области торговли, туризма, медицины и образования. Мы рассчитываем на проведение совместных молодежных форумов, мы рассчитываем на проведение культурных и спортивных мероприятий. Представители руководства провинции Нгиан и Генерального консульства из Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге несколько дней гостили в Ульяновске. За это время иностранцы успели осмотреть культурные достопримечательности областного центра, предприятия в промышленной зоне Заволжья, а также по достоинству оценить деловой климат на территории региона. Имею свое личное замечание, что, хотя он уже объездил в новую провинцию России, но только в Ульяновске, это самый решительный юбернатор. В конце встречи стороны обменялись рукопожатиями и подарками. Напомним, накануне председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вместе с премьер-министром Вьетнама открыл перекрестный год двух стран. Главы правительств подчеркнули, что оба народа ценят культуру друг друга и создают совместные проекты в разных областях. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Праздник спорта и силы воли. В Ульяновской области стартовали первые детские паралимпийские игры. В программе легкая атлетика, матчевые встречи по футболу, соревнования по плаванию, настольному теннису, парабадминтону и дзюдо. Подробности у Натальи Чумаченко. Все для спорта, все для победы. Этот лозунг стал жизнеутверждающим для семьи Горячевых. В Ульяновске Сергей и Наталья воспитывают особенную дочь Полину, которая мечтает стать паралимпийской чемпионкой. Девочка тренируется каждую свободную минуту, чтобы получить билет в большой спорт. Мы занимаемся с Полиной, вернее она, больше спортом, очень интенсивно. У нас тренировки каждый день проходят. Занимаемся легкой атлетикой, бросаем, ну метаем клапа. Ну, наверное, больше расскажет сама Полина. Вообще, я еще не участвовала в соревнованиях по легкой атлетике, но сам спорт мне нравится. Я хочу заниматься, я хочу много работать, чтобы победить. Этим юным спортсменам проблемы со зрением не мешают преодолевать дистанции на беговой дорожке в десятки, а то и сотни метров. Особенные дети, так же, как и остальные, любят подвижные игры и ведут здоровый образ жизни. Во-первых, скорость, можно быстро бегать и, ну, когда набегаешься, и пот, и как, ну, хорошо становится. А ты расскажи, тебе за что нравится спорт? За что он может нравиться? Ну, наверное, за здоровый образ жизни, типа как. Сегодня ребята вместе со своими друзьями и товарищами пришли на центральный стадион имени Льва Яшина, где стартовали первые детские паралимпийские игры Ульяновской области. Данное мероприятие проходит для многих категорий, для ребят-инвалидов, спортсменов с ограниченными возможностями здоровья со всей Ульяновской области. Здесь представлены школы-интернаты, учреждения, областные учреждения, работающие и занимающиеся детьми с ограниченными возможностями здоровья. Около 300 спортсменов дружной колонной промаршировали главному месту действия на стадионе труд для торжественного открытия. Наша задача, как органы власти, создать максимально комфортные условия для занятий физической культурой и спорта в регионе, обеспечить доступную среду и наиболее комфортные условия для всех категорий граждан, которые имеют желание заниматься и приобщиться к физической культуре и спорту. После всех приветственных речей был поднят флаг паралимпийцев и зажжен огонь – символ паралимпийских игр. Нам приходится вдвойне доказывать, преодолевать трудности. Даже банальный выход из дома для кого-то это очень тяжело, добираться докуда-то и тратить на это очень много энергии и сил. Поэтому тут вдвойне тяжелее, если не втройнее. Спортивные соревнования организованы в областном центре с 27 мая по 1 июня. В программе – легкая атлетика, матчевые встречи по футболу, соревнования по плаванию, настольному теннису, парабадминтону и дзюдо. Победители получат путевку на главные паралимпийские детские игры страны, которые пройдут в этом году впервые. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Согласно прогнозу синоптика, в ближайшие сутки в регионе потеплеет. Завтра днем в Ульяновске столбик термометра поднимется до 24 градусов по Цельсию. Ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс высокий, поэтому людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать защитный крем. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру по будням в 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok